Это все ручная работа, это старые джинсы, которые нам со всему городу приносили. Там мутная история, там намечалось переустройство внизу зала, на дискотеку. Это как раз когда... Есть версия, что это поджог был. Да, 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 ну там мутная, там человека, хозяина хоронили в закрытом гробу. В общем, короче говоря, значит, они второму шли от нас, с точки нас выгнали и аппарат украли. Но так как я человек достаточно, ну, я считаю, ответственный и хотел делать все красиво, по-взрослому, да, поэтому у нас все дорого. В тропе, значит, голос, это, значит, Алексей Балабанов. И сразу я хочу тебя пригласить в одну из главных ролей. Чего только не сделаешь ради искусства, даже вот на холод собачий выйдешь, но все ради хорошей картинки и хорошего рассказа. Крайне приятно сегодня мне беседовать, ну, реально с легендой, можно сказать, русского ленинградского рока, Олег Гаркуша, аукцион через «ы» для 18-летних, хочу отметить. Мы находимся на самом деле на 10-й советской улице, на территории, которая называется Пески, но об этом я сейчас не буду распространяться, рядом с Гаркунделем. Это культурный центр, кровь, нервы и время Олега Гаркуши. Мы скоро пойдем внутрь, слава богу, но решили начать здесь, потому что здесь есть о чем сказать уже прямо с места в карьеру. Значит, быстренько, да, потому что все-таки прохладненько, но это логотип Гаркунделя, как бы не полностью, это часть логотипа, да, вот, это мое изображение, ранее это была фотография, но сделали таким образом. Это, соответственно, само здание, как бы, арт-центр Гаркунделя, в котором и находится, соответственно, Гаркунделя, скажем так. А вот про это немножечко. Это, значит, у нас замечательный человек, есть Олегов завод, он придумал такую штуку, такие, я не знаю, обои, да, то есть некую печатную продукцию через компьютер наклеиваются на стеночку, и чем стена хуже, тем дольше это изображение, как бы, находится на стене. Ну, вот Сашу не закрашивают, но меня периодически, там есть указатель на Мытницкой, меня периодически закрашивают, но добрые люди даже отмывают. Увидели девушку, которая отмывала меня, скажем так. И быстренько, когда прошвалимся здесь, значит, мы хотим, значит, это вот у нас такой указатель. Это нужно снимать, наверное, издалека. Это нам такую вывеску сделали в Иркутске, из Иркутска она приехала, потому что дешево. Ну, типичный петербургский пейзаж. Это отдельный флигель, да? Да, это отдельный флигель, да. Значит, хочу еще вот какой вечер сказать. Значит, с той стороны, соответственно, дом 17, у нас 17 Б, там дом 17, находится квартира Лилоева, где в свое время, как бы, бывал Владимир Ильич Ленин и... Извините, я вас перебью, мы на самом деле почти договорились, чтобы там снять потом отдельную экскурсию, да. Ну, разберемся, да. И, короче говоря, значит, сложилась такая ситуация, что мы хотим вот опять вот такое изображение, вернее, не такое изображение... Да. Вот на этой стене уже есть макет, а эта картина будет, где будут изображены люди, гениальные, легендарные творческие, которых нет с нами. Начиная от Сола, Курехина, Летова, Башлачева, Майка Науменко, Миша Горшенева, Горшка и так далее, и так далее. Но мы, когда пропорядочные люди подали документы, все нормально, и выяснилось, что квартира Лилоевых находится здесь, и нельзя что-то либо рисовать или наклеивать до 100 метров. До 100 метров от мемориальной доски-то? Да, от мемориальной доски. Мы померили 60 метров, не хватило. Но при этом чиновники сказали, что если мы сделаем временную выставку, вывеску, то мы можем ее убрать. То есть непонятная история, можно или нельзя. Так обычно делают, вешают на фасадах и пишут «временная вывеска». Я понимаю, но это не реклама, это люди, которые достойны всяческого уважения, соответственно, и это память о тех людях, и тем более, что я с ними совсем не знаком. Вот, и будем надеяться, что мы победим. Вот, но всякое бывает. Это вход горкундель, это ворона. Значит, горкуша, моя фамилия украинская, переводится как ворона. Вот, это, значит, все мы делаем своими руками. И вот, входим. Вот, значит, короче говоря, стоит обратить внимание на такую дисталляцию. Здесь различные, как бы, вещи, напоминающие мне мое детство и юность. Это ваша куртка? Нет, это ты не моя. Это найдено при ремонте магазина, господи, рок-ислан, у Спартака, короче говоря. Все, я понял. Там наши волонтеры там работали и нашли где-то в запасниках эту куртку. Смотрите мою экскурсию по проходным дворам литейной части, там я показываю этот подвал. Вот, входим, сам горкундель. Вот, это опять же логотип, значит, общественный фонд, фонд развития молодежной культуры горкундель. Это все плиточка, ручная работа и вообще все. Значит, короче говоря, значит, история такова. Нет, сначала мы все-таки туда пойдем, а потом про историю будет. Проходите. Начнем с интимного места. Нет, начнем с маленькой гримерочки для музыкантов. Это все ручная работа, это старые джинсы, которые нам со всему городу приносили. Замечательная девушка Лариса. А это прямо, смотрите, это практически комбинация вас и падал прошлогодний снег. Ну, да, возможно. Это как бы, да, компиляция какая-то. Вот, соответственно, значит, отдали на помещение в 13-м году. Вообще история горкунделя такова. Значит, в 2000-м году в кинотеатре или клубе «Спартак» на втором этаже мне предложили, Оля Волга такая, предложила мне сделать небольшой клубик. Я называл его горкундель, производная своей фамилией. В 2001-м году был зарегистрирован фонд развития молодежи и культуры «Горкундель». И где-то в 2002-м году «Спартак» сгорел. И, значит, и тогда не было интернета. И концерты проводились понедельника по воскресенье. И было, в принципе, много-немного, но 23 человек каждый день приходили. На разных исполнителях, соответственно. Начинали образно, да, уже как бы звезды, не звезды, но уже люди, которые имели какой-то запас прочности. Это врачи-то ночные снайперы, Биллис Бэнд, Биллис Бэнд назывались Билли Дилли. Энимал джаз, враги, ПТВП, там, ну, большое достаточно количество. И потом вот эту идею, как бы, сдать площадку музыкантам, не очень известным, которых клубы особо не звали, выступать на так называемом «Горкундельфесте», скажем так, да. И через этот «Горкундельфест» прошло там немаловерное количество музыкантов. Клубов было много, где-то месяц мы тусовались, где-то полгода, где-то еще. Перед открытием «Горкундельфеста» мы долгое время в клубе «Найтхантерса» как бы тусовались лет, ну, не знаю, ну, 7, наверное. Вот, и делали тоже «Горкундельфесты». Вот, в 13-м, да. И, короче говоря, значит, естественно, у меня была мечта и мысль с 2000-го года что-то свое. Что-то свое, чтобы было, значит, помещение, чтобы можно было играть. Но клубами я не хотел это называть, а именно арт-центром. Почему? Потому что совокупие различных других жанров, там, выставочное пространство, мастер-классы, благотворительные мероприятия, там, и так далее, поэтические вечера, театральные, там, вечера, и так далее. И возникла мысль по наивности моей написать, как бы, нашим чиновникам. И мы уже имели право на помещение, на льготы помещения, вот, потому что фонд благотворительный. И мы писали 7 лет. 7 лет писали, ну, сразу не сразу, но через некоторое время стали предлагать помещение. Ну, как правило, это подвалы, убитые, затопленные в пригородах металстроя, из Жора, города Пушкина и так далее. И в конце концов мы дошли до Медведева Дмитрия Анатольевича. И, ну, в общем, через некоторое время предоставили вот это помещение. Оно было в предприятии малого бизнеса. Объясняю. До нас, где жили дворники-гастарбетеры, в советское время была радиомастерская и пошивочная фабрика Нева. Я даже на даче у себя обнаружил какую-то брошюрку. Ну, различные предприятия, которые, ну, телефоны. И, смотри, 10-й советской, 17-й, здесь была, значит, пошивочная фабрика Нева. А по легенде, и, может быть, так и есть, здесь была до революции каретная. Когда мы делали, проводили новый водопровод, наши волонтеры, вон, подковка висит, вон там на стене находили некоторое количество подков и каких-то пузырьков там, или еще что-то, либо и так далее. Помещение было, значит, предприятием малого бизнеса, и его нужно было перевести в льготное помещение. Поэтому где-то в течение года плюс-минус его как бы переводили, но при этом выставили на продажу. Ну, мало ли, вдруг купят. Это был сарай абсолютный. Ну, вы покажете, там у вас есть. Да, значит, страховая компания вообще не хотела нас страховать, потому что такие вещи не страхуются, скажем так. И, значит, когда я увидел это помещение, значит, оно буквально «Г» или со стороны, или сверху, неважно, но «Г», Apple, и все. Тем более отдельно стоящее, да, оно было небольшое, сейчас поменьше, потому что ремонт произошел, было 164 метра, сейчас 155 метров. Ну вот. Это 155 метров вся площадка? Это территория современной такой квартиры для среднего бизнеса плюс. Да, 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 да. Ну, еще у нас второй этаж. Ну, неважно. Это, конечно, маловато, а я вначале, изначально, как бы, хотел, чтобы у меня было минимум 1000 метров, чтобы все сделал, студии там и так далее. Да, в центре города я хотел сесть. Вот. Ну, не сложилось. То есть сложилось, но таким образом. И, соответственно, как бы, а что делать? Вот, ни денег, ни людей, ни никого. И у меня, как бы, есть, слава богу, уже здоровый, замечательный человек Слава Дерябина, с которым мы еще в свое время, как бы, да, пьянствовали и так далее. Сейчас мы не потребляем, очень давно, уже больше 25 лет, он очень поменьше. Ну, неважно. А он, как бы, плиточник и строитель, и брат у него, Вадик, строитель. Ну, и началось с них. Потом через сарафанное радио, значит, по спекту на Володе Филиппов, это сантехника, да, почему электрики пришли, и так далее, и так далее. Самое интересное про интернет, значит. Я интернетом особо не пользуюсь, у меня есть, кому пользоваться. А дали объявление. Дорогие друзья, приходите, помогайте. Я писалась, значит, вот и не вру. 800 человек, что придут. Никто не пришел. Пришел ноль. Это заизим, это дело такое, да. Да, через это время стали появляться волонтеры. И, соответственно, какие-то у меня были сбережения, люди добрые тоже какие-то деньги давали. А потом мы придумали, попозже расскажу, уже пять фестивалей мы сделали. Два Москве, два Питера, в Екатеринбурге, где выступали именитые, как бы, музыканты, все мои друзья, скажем так. Вот. И, соответственно, сбор с этих концептов, он сюда, как бы, и шел. Вот. Но так как я человек достаточно, ну, я считаю, ответственный и хотел делать все красиво, по-взрослому, да, поэтому у нас все дорого, но красиво. Вот. Значит, вот как раз мы проходим в туалетное пространство. Перед туалетным пространством просто не поместились замечательные люди. Это группа 25-17 и Саша Васильев, группа Сплин, которые не могли выступить по всем лигам причинам, но давали какое-то количество денег на то, чтобы на наш арт-центр. Смотрите нашу проходку со Стасом Березовским из группы Сплин. Да, здесь у нас разместились, значит, Сережа Шнуров. Вот он пару раз давал нам определенное количество денег. Очень неплохое. Петя Мамул просто после концерта просто вышел, дал мне. Значит, здесь еще такие вот тараканы, которые посему-то в туалетах тоже. Тараканы у нас в голове, тараканы музыканты и так далее. Это все ручная работа. Рисовал Гаврия Лубнин. А здесь у нас спрятался, значит, Гарик Сукачев. Вот тоже нам помог достаточно, достаточно сильно. Вот если вы хотите, если сможете снять, вон там вот на стенках вот тараканчики присутствуют. Так, пойдемте дальше. Ну, это гардеробчик у нас, но это грамота, который вот за время работы фонда мы получили от Абитационного Центра до Надежды на Горе. А можно, извините, вот вы дошли до Медведева. Медведев как-то помог? Ну, это все запросами. То есть, короче говоря, пишется бумага, да? Она туда, 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 там идет. И от Медведева пришла бумага, тогда еще Полтавченко нашему губернатору. И как бы вот это, в общем-то, повлияло на то, что благодаря Полтавченко, в общем, это помещение появилось. Но, тем не менее, даже большую часть сыграл депутат Алексей Алексеевич Макаров. Ой, смотрите, прекрасная газета «Правда». Да, ну это мне на день рождения подарили, это так, как компиляция. Вот. А большую часть сыграл Алексей Алексеевич Макаров, который как бы вот тоже сделал запросы. Можно мы иногда будем отвлекаться? Смотрите, вот вообще ваш вот этот образ, который вы в свое время себе придумали, он чем-то был навеян? Может быть, какими-то западными группами? Или вы как-то его сами... Уверен, что нет, потому что вот этот образ появился еще... Ну, у меня, по-моему, не было даже, видимо, гатафона. Это где-то 84-85 год, скажем так. Это же как раз такая эпоха постпанка. Да, потом я увидел, по-моему, то ли Роттана, то ли еще паблик имидж. Похожести были, но я его до того, как я не видел. Ну, так совершенно спонтанно, интуитивно получился вот такой образ. Да, грим Кирилла Миллера. Вот костюмчик, который висит у нас в музее. Вот здесь еще совсем мало брошек. Вот это одна девушка подарила, потом кто-то еще подарил, потом... Ну, и получился некий киностат. А Кирилл Миллер уже тогда в красном ходил? Или он потом начал весь в красном быть? Не очень помню. Не помню, не помню. Это значит, у нас точка администратора или билетера. Билетер – это я. Я сижу на проходке иногда и встречаю гостей. Вот тоже ручная работа, кожа. Это у нас зал. Значит, такая инсталляция вот как раз с клуба «Горкудель», который находился в «Спартаке». Вот здесь исполнители, которые тогда играли, скажем, там у меня, или чуть позже, скажем так. И когда он сгорел, значит, вот такая история. Значит, это письма, которые мы написали чиновнику с подписьми и БГ, соответственно, и Шевчука, Юры, и других известных людей. Вот. И в конце концов вот это вот решение, когда я его получил под письмом, я просто прыгал от радости. Вот. А потом, значит, Ну, вот здесь показано. Вот как раз, да, мы в следующий раз делаем пожёстче. Нашли в архиве пожёстче фотографии. Вот так выглядел зал. То есть, всё это было… Короче говоря, здесь, значит, были ниже потолки, где-то в районе 8-9 грузовиков, таких, вернее, пух, да, было вывезено. Вот решётки на окнах, значит, стенки толщиной 10 сантиметров с отверстиями на улицу, бетонные, потому что кирпич, видимо, был в каретной, но, видимо, его там после войны или разобрали. Вот. То есть… А из чего они были, эти стенки сделаны, если кирпич разобрали? Просто бетон. Просто бетон. Залито, знаете, как заливают там эти… Просто бетон, а в бетоне прутья и гвозди какие-то. Ну, просто… Просто железобетонные стены. Да, как делают эти парники или колодцы, или там фундаменты там и так далее. Вот. И, соответственно, как мы по-взрослым отнеслись к этому, и что наружу фасад сделали, и внутри всё это, значит, здесь, конечно, акустика у нас замечательная. Практически ничего не слышно, когда у нас здесь кто-то играет громко. Акустический элемент. Полы у нас виниловые специально для того, чтобы звук не летал, ничего. Вот скошенный потолок, значит, с аппаратом. Аппарат у нас эксклюзивный. Аппарат делал, значит, у нас… Юра Старчиков делал акустику. Это человек, который ещё делал с 70-х годов и играл в группу «Земляне», там, «Оргонавты» и так далее. Надо позвать мне человека, потому что я, честно, признаюсь, не знаю. Но я включу. И Илья Мусаев делал ламповые комплиники. Это всё с того времени ещё люди работали. Вот, значит… Вот это, я так понимаю, те самые фестивали, да? Да. Вот как раз вот эти фестивали, то есть первый фестиваль мы провели в Питере. Вот, Ирушичук, Фёдор Фарбин, Читяков, Илья Чёрта и так далее. Это уже Москва у нас пошла. Это я ездил, значит, в Екатеринбург к Чифам. Вот, Чифы пошли навстречу. И все вот эти ребята тоже. Был очень хороший концерт. Это опять Москва. И это у нас Питер. Вот такие замечательные люди. Это безвозмездная вся история. Вот, никто ни копейки не попросил. Вот. Ну, то есть, как бы вот так. И скамеечки, соответственно, я уже говорил, они это самые эсклюзивы. Вот. А, да. Значит, вот эти изображения, называемые картинами, это как раз они и висели в Спартаке на втором этаже. Это рисовал Гаврил Лублин. И мы чудом они сохранились. То есть, я успел их вывести до пожара. Ну, там мутная история. Там намечалось переустройство внизу зала, на дискотеку. Это как раз когда... Ну, есть версия, что это поджог был. Да, да. Ну, там мутная. Там человека, хозяина хоронили в закрытом гробу. И он сам подан на Израиле. И никто больше ничего не видел, не слышал. Ну, как это мутняк. Ну, неважно. Вот. И я сразу успел вывести, значит, вот эти изображения. Тусовались потом по всему городу. Потом у меня дома хранились. Ну, это память такая. Вот. Пойдемте на второй этаж. Да, на второй этаж, пойдемте. Так, ну вот. Это называется, как молоды мы были. Вот, зайдите сюда. Это все, как липать деньги-то бумага. Меня здесь нету на фотографии, потому что я спереди еду. Ну, есть вторая часть, там надо искать. А это как раз вот этот пиджачок, который он там посмотрит сюда. Легендарный. Легендарный, да. Какая-то система была в этих брошках, или вы просто их навешивали? Просто дарили, просто навешивал. И пришивал. Потому что некие девушки-фаны, которые дарили, они дарили, а некие девушки-фаны, которые хотели забрать частичку меня, они отрывали. Поэтому, когда было пришито, говорю, не вариант. Вот это у нас вид сверху, но я вот такую инсталляцию. Это, соответственно, и музыкальные инструменты, и такие помоечные всякие штучки. Вот. Моей юности. С детства. Я так понимаю, что это Даня. Это называется у нас уголок алкоголика. Так как мы нещадно пили в свое время, да, вот мы не применялись сделать такой уголок различных наклеек, соответственно, на бутылке. Соответственно, как бы это настоящий... Поганнейший спирт рояль. Это настоящий рояль. Еще он вдыхается, но он закрытый. Бабушка подарила. Называлось «Ударим по клавишам». Одна нашла волонтера на 23 февраля. А это, соответственно, фотографии того времени. Многие в подпитии. Вот. Я специально так сделал. Совершенно не стесняюсь этого. Вот. И, а вот наверху уже грамота такая, дипломер. Я был в листунном центре в Америке. Вошли. И после того, как я закончил реабилитацию, такую, как бы, грамоту, там, медальки всякие давали за это. Вот. Это вы сверху какого? Репутант Винселкин, да. У него же тоже сейчас очень какая-то печальная судьба, да? Ну, потому что я ему говорил, что если он будет пить, будет все плохо. И после того, как я сказал, ну, сразу не сразу, ему отрезало много трамвая, и, в общем, все печально. Ну, все в его руках, опять же, да, все это можно, ну, не поправить, по крайней мере, купить его. Я помню, в Москве, когда был фестиваль «Урок против террора», он там чуть ли не по этим огромным ползал. Он гениальный очень человек, талантливый и певец, и художник, и танцор, соответственно. Ну, это судьба. Вот. Здесь, конечно, тоже у нас музейное пространство. Мы так сделали, что на таких столиках различные вот раритеты этого времени, в том числе музыкальные кассеты с подписями моих друзей-музыкантов, скажем так, и вот, и разные фенечки, рукописи и так далее. Барная стойка сделала... Ой, я помню эту компиляцию. Да, это изоляционный, из альбома «Дупло». Вот же здесь жопа. Внутри вкладыша была. Это у нас точка из бутылочек, из доныша бутылок. Сделана тоже ручная работа. Слава Делябин постарался. Вот. И, соответственно, весь антураж, это вот фотографии того времени, и аукционские в том числе, и других музыкантов. Здесь очень много достаточно. Майка Науменко, Гриша Сологуба, Игорь Скляр здесь вот тоже присутствует, артист. А вот это по-пеханика, скажем так. Мой друг тоже. Ну вот. Да, это история 90-х годов. Да, ну, долго рассказывают там, в общем. Не поделили бармены, между собой вызвали один, вызвали мельсонеров. Мельсонеров. Ну, в общем, а мы-то с двумя самолетами с группой сидели, отдыхали. Вот это в баре, бассейны на улице, правда. Ну, и на следующий день приехали журналисты, короче говоря, и стали все снимать, и так далее. Ой, вот эта фотография, помню тоже. Да, это дворец молодежи, да. Это верность Соренто программы. Ну вот, значит, у нас, значит, еще раз повторюсь, у нас арт-центр, у нас не клуб, у нас даже минимум алкоголи, это пиво, это не всегда, а так кофе, чай, вот. И, соответственно, мы проводим здесь не только концерты, как правило, и для молодых тоже, и для людей, которых я давно знаю, там, Володя Левевна сыграл тамбурин, и Марина Капура была, Юра Гайцев был, там, и так далее. То есть, у нас, так, интуитивно мы делаем, скажем так, да, у нас не клубная история, и поэтому, соответственно, к нам люди приходят, открывшие рты, не хотят уходить, очень дешево, ну, как дома. Хочу сказать, что футболочки, кстати, по нынешнему, очень дешевые, 500 и 1000 рублей. Да? Да. В Москве бы такое бы стоило бы. Да? Ну, не знаю, мы как-то так, символически ставим, образно, да, ну, иногда приобретают, иногда не приобретают. Вот. И, что еще сказать? Ну, вот, вот. Пойдемте тогда. А, да, конечно, у нас еще второе пространство. Да. Вот, значит, значит, мы в такое галерейное пространство, значит, здесь, соответственно, галерея и музеи, да, то есть, вот сейчас выставлены картины работы, Ростов-на-Дону приезжал художник, Виталий, вот вывесил вот эти фотографии, а это такая, значит, рукубовская история, небольшой такой, это стендик, шкафчик, да, кассеты и какие-то там вещи. Это уголок аукциона, соответственно, и фл... и фл... Да, это, наверное, Таня Гангрина такая, тусочица хорошая, замечательно подарила. Два в одном, три в одном. Три в одном, да, приемник, проигрыватель и мак. Да. И вот, весна на плечо и... Да, да, да. И вперед. Хотели починить, но за починку попросили денег, много, но не стали, как антураж будет. Вот, а это рукубовская история, это, значит, соответственно, журнал Рио, вот и мои ранние такие, типа книжки, скажем так, внизу. Вот, это сам издат. Вот, это у нас, обратите внимание, это, значит, космические корабли, а вообще это вентиляция. Ну, так придумали, что, значит, здесь находятся, летят Гребещуков, Макаревич, Мамонов, Шевчукенчев, Гарик, Сукачев, Лени Федоров и Чиж. Вот, а я в космосе, вот, типа, я уже вылетел. Вот, ну, это кабинет, вот, где, соответственно, тоже фотографии моих друзей, многих, к сожалению, уже нет живых. Вот. И сейчас я покажу, это рабочий вариант, сейчас. Короче, вот та картина, которая на Бродмавре, которую мы, надеюсь, сделаем, это просто рабочий вариант. Вот, и здесь, соответственно, будут облака, трава, деревья, там, это рабочий вариант, те люди, которые, как бы, нет с нами. Сквозная персона наших экскурсий, балабанов, вечной тельняшки. Вы же снимались у него? Да, я тоже так их снимал. Да? Вот, скажите, пожалуйста, про него, сейчас огромное количество документальных фильмов снято, где его личность трактует по-разному. Это уникальный случай, когда человек приехал в Петербург и снял фильмы, абсолютно петербургские, не будучи сам петербургцем. Я хотел вас спросить, когда вы, то есть, во-первых, как вы оказались у него на съемках? Это достаточно долгая история. Давайте присядем. Да, давайте присядем. Можно под обожудчиком. Да, смотрите, дело было так. Значит, когда планировалось про нее съемки в фильме «Я тоже хочу», нашлили Федоров, там, лидер группы, скажем так, да, его Балабанов утвердил на роль музыканта. Но так сложилось, что у него, скажем так, образно переболела супруга и ему нужно было уезжать в Израиль, скажем так, да. До съемок оставалось где-то день 10 примерно, 10-15, 10, по-моему. Значит, я еду, значит, с реабилитационного центра, там, спикерил рассказывал наркоманского, наркотического, рассказывал молодым подросткам, как чего там и так далее. И у меня сдается звонок. И в трубке, значит, голос, это, значит, Алексей Балабанов и сразу «Я хочу тебя пригласить в одну из главных ролей». Я чуть не падаю с машины, соответственно. Через некоторое время мне звонит Сережа Сильянов. Мы обговариваем там гонорарную историю минимальную. И все. Выяснилось, потом Леша Балабанов на съемках мне говорил, что изначально вообще планировался Бутусов. Но по его словам, по его словам там что-то Леша не понравилось в условии и как бы не получилось. Потом планируется Чеграков были предложения о Сереже, потом планируется Глеб Самойлов, потом Леня Федоров, а конечно на результате был я. И потом на съемках сказал, что у него он знал прекрасную группу аукционов, может даже концерты посещал, у него было представление, что я какой-то некий уродивый, клоун, там как бы не впишусь. А у всех же такое представление большинства людей. Я не впишусь как бы в эту историю скажем, драматическую и так далее. Но когда первый сегодняшний день прошел и на мониторе он увидел взять мое изображение, он сделал мне офигительный комплимент, как я понимаю. Комплимент выключал так. Ну и рыло. То есть за фактурное. За фактуру, да. А потом уже когда все закончилось было звучание и около студии мы сидим на скамеечке там рядышком какие-то девушки работницы и он говорит, спрашивает девушка, знаете кто это? Ну это Олег Гаркуш Круповцов. Нет, вы не знаете. Да, это Олег Гаркуш. Но Олег Гаркуша великий драматический артист. Мне было не знаю, просто красный был как стяг, наверное. Вот. И это конечно от самого Алексея Октябриныча слышит такие слова. Это как факт. Не холстостой, это как факт. Это конечно... Вот и опять же я не артист. И перед всем он сказал, Олег не играй. Говорю, Леша, я не умею играть, я еще не обучен такому как бы делу. Хотя здесь в моем багаже где-то больше 30 фильмов. Там есть и эпизодические, ну, одна из главных это конечно это самое. На подходе конечно две работы это Кроличья лапа, режиссер Нана Джорджадзе. Вот. Все пеняется за пандемию как бы премьера. Вот. И Константин Богомолов фильм Насти все еще не может сварганить, скажем так. Вот. Мне было бы интересно посмотреть, потому что я когда снимаюсь я никогда не смотрю мониторы, когда вот сняли. Ну, я все-то смыла, это как всего. Ну, я даже лучше в кинотеатр пойду и посмотрю. Даже не премьера-премьера, я лучше так ну, понять, что как, чего там и так далее. Вот. Поэтому это подарок судьбы конечно это прекрасно. А вы же к кино имели еще отношение, вы же работали насколько я киномехаником. Да. И причем насколько я понял в кинотеатре Современник. Да. А я просто учился в 121 школе напротив кинотеатра Современник. Ко мне группа Странный Игорь приходила на халяву всегда смотреть кино. А позже, когда Современника перевелся на более как бы жирное место в кинотеатр Титан да напротив Сайгона ну, пол Сайгона ко мне ходила Крепичуков, Курехин, Майк там и все остальные. Я прекрасно понимаю, что если вспоминать ту эпоху, то это такой огромный массив информации, воспоминаний и все остальное и там невозможно уместить не то чтобы в полчаса а там несколько дней и прочее. Но вот если взять например такую историю которая коснулась не только вас а многих и Митьков я с ними общался и всех остальных ведь не будем лукавствовать культура была построена в частности и на употребление алкоголя. Да. То есть соответственно и вот когда вы в этом всем варились вы это понимали просто я почему спрашиваю у меня у самого есть некая история она более поздняя она уже основана с больше склон там-там и прочее но мне тоже пришлось там через стрейтэч через все остальное бросать это дело но вот когда вот это особенно 80-е годы когда это все происходило кто-то из вас осознавал что это все-таки билет в один конец или как бы что здесь на самом деле все очень просто и все очень сложно есть значит алкоголь генетический приобретенный у меня верит всего и генетический и приобретенный потому что к счастью к сожалению папа не знал он работал на заводе в Кронштадте но есть предположение приобретенный это когда вот ты потихонечку выпиваешь небольшого количества и тебе больше не надо потом через некоторое время не знаю почему это количество увеличивается да и в конечном итоге увеличивается до такой степени что уже все уже кранты скажем так да скажу такую вещь что до 90-х годов мы упивали ну пили как правило сухое вино тире портвиль причем портвиль он же был ужасный так нет был замечательный портвиль Нагдам Кавказ Иверия там наклеечки почти все наклеечки и опил были замечательные ну как замечательные ну невзляющее оторжение скажем так красиво можно сказать конечно если розовый белый портвиль то он простите вызывал оторжение как это пришло в одну компанию каких-то моряков которые там снимали квартиры и пригласили купили портвиль белого розового простите вот и сказал ну сейчас сегодня будем красить стены так и было простите за подробности и короче говоря вот где-то до 90 вот как ни странно да и миски тоже подтвердят когда вот Митя Шагина любит говорить такую фразу когда Горбачев значит ответил значит этим террором на алкоголь мы ответили биояль горячкой то есть почему-то я сам не понимаю почему вот эти талоны все остальное то есть поиск надо было найти а еще на что-то надо было найти помимо этого всегда нужно было найти и нужно были деньги найти и так далее и то что нашел ты выпивал и это проходило почти каждый день вот а когда уже 90 это браматуха в смысле рояля там Моретто там Левого там еще чего-то и так далее и так далее но Моретто любили девушки вот никто же не знал что это Левое Моретто а Моретто там это вообще шикардо скажем так и вот алкоголин стал таким очень серьезным моментом я очень почти каждый даже каждый день пил может какие-то были выходные скажем так отходники где-то с 90 года по 96 включительно практически у меня два дня рождения 23 февраля это мое день рождения а 23 июля это как бы день рождения когда я больше уже не стал употреблять алкоголь в общем на данный момент я не пью 25 лет 25 год уже вот помирало много и те люди которые надеюсь будут изображены на нашей картине там в большинстве своем это или алкоголь ну горшок вот яркий пример алкоголь наркотики или это или это или это или это да да все хотят жить если на эту тему говорить есть я людям которые ну больные скажем так алкоголизм это болезнь говорю слушай чувак жить хочешь хочу значит хватит все что хочешь делаем хочешь бухай хочешь не бухай но если ты жить хочешь не пей все равно по малу не получится это просто крайне индивидуально скажем так у кого-то получается скажем так а у кого-то нет есть прекрасная поговорка мне нравится пить бросают все некоторым удается это сделать при жизни это еще один вопрос меня просто гложет вот вы восьмидесятых были настолько яркой личностью ну вот действительно таким панком фриком то что сейчас принято называть как вы себя ощущали вот в то время в окружающей среде то есть ну на вас наверняка косились и там косились меня забирали по три раза в день это или милиционеры или оперативные отряды косомольцы вот расскажите про эту систему я объясню почему я это спрашиваю сейчас народилась такая плеяда эмо коммунистов молодых которые абсолютно не знают что такое Советский Союз воспринимают это все по картинке красивых фотографий где встроенные пионерки идут несут цветы и так далее это было безусловно но была вот и обратная сторона когда отлично показана в фильме Аса где подходит к Бананану у него там серега типа что у тебя серега меня фильм изломщик да или вас фильм изломщик да вот в этом разрезе про эпоху хотелось бы все очень просто смотрите каждое поколение молодежь тем более не скажем или очень молодым где-то 20 лет молодым в конце концов молодым как это себя показывает будь то панковская история хипповская история эрмон история подростковые в тое наше время да булавку одел ты как бы типа крутой но тебе только пояжут за эту булавку внимание через полчаса а если ты стоишь у Сайгона да еще на Невском проспекте а не за углом за углом меньше увязали чем на Невском понимаете то тем более да меня увязали за так называемые поясы за длинную челку за бритый затылок но при этом да у меня был пиджачок первый да как костюм кстати купленный там в крюченом магазине и потом я его уже увидел у швейцара гостиницы Москва которая точно такой же обшлак там бордовый скажем так и так далее то есть мы некий у нас такой не то что мы ненавидим советскую власть а вот это для себя это же на самом деле не имело как раз к чему я веду что это же не имело подтекста того что мы вот прямо против советской власти это же просто к самореализации это никакой антисоветчины в этом не было и поэтому соответственно по кайфу было а ребята как битненькие те растеляги до которых я тоже как бы принадлежал к этому сообществу немножко вот островцы ботинки белая рубашечка чистенькая галстучек волосы набрянивые вязание работягу в масле там мазути не вязали как бы пьяного да вот этих ребят вязали это как-то отражалось там на чем это могло отразиться да в общем-то ни на чем не отражалось я работал в кинотеатре Титана и прошу прощения очень любили в кинотеатре директоры до билетерш очень классно есть фотография из моей книжки мальчик как мальчик где мы с Вадиком Смирновым он хипак вот а я ну типа панк скажем так и нас испытательный срок на ну на ремонт скажем бросили и вот не с тележкой там мне челка такая это прикол полнейший и люди которые там инженеры не жили приходили смотреть работу кто это рабочие вот еще вот такой вопрос вот эта музыкальная волна 80-х она была благодаря или вопреки его сложившимся обстоятельством ведь у меня сейчас создалось такое впечатление что вот этот всплеск он на самом деле произошел именно благодаря некому прессу который был то есть если бы в тот момент была некая ну такая вот свободный рынок как сейчас может быть половины из тех явлений что мы имеем может быть и не состоялось ну поправьте если я не прав сложно сказать мне кажется я уверен что пресса никого не было а рок-клуб зарегистрировался основался в 81-м году 7-го марта так называемая волна где-то с 82-го 83-го начиная со странных игр и мануфактуры чуть позже соответственно 85-й и далее аукцион телевизор ноль там и так далее это стечение обстоятельств я вот шутку не шутку говорю сейчас молодым музыкантам и вообще чтобы писались такие замечательные песни нужно перевестись в то время то есть нужно чтобы не было клубов вот клубов просто вот да квартирники вот это все магазины чтобы не было музыкальных там еще что-то если кола корзина я всегда привожу пример где-то забыл палочки и куда-то уехал за городом играли люди потому что в городе вязали и закрывали все концерты да это 70-е годы 50-е 70-е шел кустам вырывал эти там вырывал палки и этими прутьями это самое понимаете а сейчас все есть но вот нету вот этого вот я не знаю почему нету и так и то ребята есть и поют хорошо играют просто мы так вообще не играли мы когда начинали все и все мило было но зато был такой задор кураж типа в хорошем смысле мы сейчас всех уберем ну драйв драйв понимаете вот и соответственно все готовили программу как фестиваль желательно новую программу если ты показал старый ну что это такое за дела вообще да прекрасный момент когда в рок-клубе кстати иногда иногда это бывают да неважно я думал что зал большой а он кажется вообще там 200-300 мест так вот в рок-клубе была такая история если группа хорошая то все сидят в зале а если плохая все сидят в баре вот такой показатель если так можно говорить и все стремились писали новые песни там гримы костюмы там декорации миллер у нас появится не только у нас у других тоже да то есть что-то придумывали было а сейчас извиняюсь по-стариковски за 5 минут приходят до концерта барабачившиеся играют с телефоном с смартфоном там кто-то еще что-то не остаются не смотрят другие группы не общаются ну кто-то общается кто-то не общается не важно интернет опять же все съел все к интернету лайки-фигайки да пишут к ним мы придем 500 человек к нему не приходят там 3 земляку по-моему в лучшем случае народ не приводит и так далее и так далее и так далее все группы которые знаете да от нас и аквариума и так далее у них изначально что было тусовка один человек хоть бы какие-то собутыльники там или еще что-то да один два три потихоньку потихоньку все группы от нас спина от королева шутака которые там они пьяные в зале пять пьяных допустим да потом стадионы собирали вот и я музыкантам говорю ребята вы можете хорошо играть но если ваше ваше жизнь не появится его величество случая у вас вообще никогда вообще ничего не будет вы помните свой первый концерт с аукционом да это значит концерт был даже не так наш первый концерт вообще официально выступили 14 мая 83-го года группа до названия аукцион называлась фаэтом вот репетировали мы на фурштадке 16 и там же с окази когда Гребенщуков Борис Борисович мой любимый негде было репетировать он репетировал у нас ну да один-два раза и когда мы сыграли он говорил покачал да-да-да а потом они сыграли мы никогда так не сложили зол другой стал и все слышно и так далее и так далее вот и портфейн как бы Миша Фанштейн Бокон или Боря там я что-то не знаю говорит а что вы руку не вступаете ну в общем подали заявку вот нас прилили у меня не было работа как раз кстати я еще современенький еще работал как раз да ну вот Леня звонит у нас приняли на этом ну я в кандидат до членов рок-клуба а чтобы за членом рок-клуба нужно было отыграть концерт а я еще там на сцене не был я был типа звукооператором и таскал прошу прощения динамики там всякие софиты сработают таскал ну вот и в принципе концерт был то есть концерт был неплохой у меня даже есть запись и пара песен на мои стихи было там красная лампа до сих пор как бы Леня играет на своих акустических концертах но что-то не пошло то ли звук плохой то ли настроение такое то ли еще что-то а я ставил как раз шумы между песнями там шум поезда шум дождя в ТО купил и переписал их на пленку мегатофона типа что красиво было и все были в каких-то костюмах из-за навесок там жилую машину ночью там и так далее все такие вот такие припанкованные образы ну что-то не сложилось и так далее он не пел особо а пел значит Сережа Лобачев потом был некий баскогитарист фикс и Женя Чевичев на барабанах был настоящий племянник губернатор Жени и вот судьба вроде в общем короче говоря значит они второму шли от нас с точки нас выгнали и аппарат украли вот но я же тусовщик я сайгоновец раз Кира идет раз еще кто-то раз Коля Федорович с фонным образом раз еще кто-то да-да-да-да-да-да из физкультуры Сережи Рогожина значит Дим Азиатский учился в физкультуре там кто-то ему сказал что у них где-то на каком-то факультете там есть Сережа Рогожина поет колоссально замечательно и вот акцию прокупиться прокупиться почти ну не два года но года полтора делали новую программу Велик Сорентос которые и выступили на в рок-клубе на мини-фестивале представляя молодых где соответственно мы играли электростандарты и группу присутствия с Игорем Семеновым и вот после этого мы уже стали как бы подготовкой к фестивалю меня же как Хабуплин его знали в рок-клубе соответственно и Наташа Василова и Нина Барановская и уже соответственно вся тусовка понятная и в общем в 86-м году на 4-м рок-фестивале в Доканецкий вот мы образно как дали ну и потихоньку потихоньку пошло поет а самый яркий концерт вот у вас есть в памяти или вы не выделяете ну их очень много их безумное количество можно отметить концерт так называемый концерт в тюрьме скажем так да вот тоже очень спонтанная история наш тогда фотограф покойный он в свое время сидел за то что он фотографировал кардабалет цирки вот его посадили и не остались и не остались за то что он фотографировал кардабалет да не порнуху кардабалет а то есть а это порнография да по этой статье по этой статье вот замечательный человек Коля Байлов замечательный фотограф вот он ну вот и он говорит ребята вот вы не хотите вот у меня и остались связи в тюрьме яблоники не хотите ли типа сыграть мы хотим конечно а тут учитель нарисовался вот у нас не было проблем все нормально тихонько а это уже официоз пошел то есть официально нужно бумаги вплоть до там цикат там не знаю чего но разрешили и конечно так да еще был момент такой мандражный я попозже сделаю фотографию значит ну для сугрева взяли пару бутылочек винца относительно мы запрятали все перепрятали там и так далее все равно нашли составили акт и составили подразделение четырех человек там как бы все все с пописями там и так далее и так далее а это стрёмно там написано заправу с алкоголем сигарет то есть теоретически нас могли просадить нашим директором и так далее ну как-то отбились ну ладно на первый раз образно прощаем там и так далее и так далее так что и конечно было не видно потому что такие ну понятно у вас же мягко говоря не шансон да товарищи странноватые скажем так да еще и веселки по-моему тогда уже объявился вроде бы не помню и короче говоря да а это в разных было в разных местах и на мастыре как-то играли там в Германии еще где-то ну я хочу сказать что конечно вот песня не за что биться не о чем делиться это же ваши стихи одна из моих любимых она написана будете смеяться значит это какой 90-й когда я был 91-й ну короче говоря я бухал как собаку поехали на дачу а есть там выпить он говорит есть а значит одела бы это копорья и там каким-то образом каких-то составов сливали ром или не ром что-то типа этого и у него большой бетон был папа его там как бы делал да и под названием вот это жидко шамурла не шамырла вот оно было включено вот это рефреном в песне алкоголизм это не шутки я на заборе увидел алкоголизм это не шуточки просто крупными буквами где-то в селе вот ну приезжая по трассе на автобусе мы ехали и я запомнил эту фразу и сократил алкоголизм это не шутка прощай не шутка ну вот ну так вот и короче а там есть выпить? так говорит есть ну все поехали да вот и буквально почти в первый-второй день ну как бы ну мы как раз путь закончился ну у меня в принципе барабан был ну люди как-то может быть были ответственны мы туда раздербанили эту канистру вот а мы ну сочиня была птица буквально за 5-10 минут алкоголизм это не шутка еще одна песня тоже хорошая но на к сожалению а как у вас эта синергия то есть вы сначала что сначала стихи потом музыка или как это все спонтанно с Леней как бы Леня там где-то с десяток с пятнадцать песен это он пишет на мои стихи да вот ну вот сейчас покажу интересную историю но это не так просто как кажется ну понятно вот то есть вариант последнего альбома мечты появился на песне который я написал скажем так то есть он говорит Олег пиши фразы на песен и мы ехали как-то с Краснодара до Ростова там я пишу фраз 20 фраз написал там не сразу но они разные совершенно он говорит отличная песня через некоторое время через некоторое время он написал песню посвятил этой игрушки этому еще добавил вот так вот о чем говорить если я как бы немножко похвастаюсь не похвастаюсь в прошлом году вышел мой альбом сольный 23 дебютный авторский альбом 23 я даже не помышлял о том что будет у меня какой-то сольный альбом а просто мальчик Антон Макаров живет в городе Жуковске он музыкант играет на всех инструментах у него своя группа поет он на английском языке сейчас уже не на английском языке и просто наши общие друзья Сологубы сын Сологуба Филипп и его соответственно жена Алена они ему говорят Антон не хочешь ты написать песни это же меня не спросили это нормально ну вот он говорит ну попробуй и он написал записал все песни сам приехал сюда в Гаркунте поставили пепитер крупным текстом за 3 часа я вокал наложил где-то за 3 часа 9 песен и через 2 часа еще 6 песен вышел значит сиди винил в квартире Кумаргульса я даже не мечтал и все мои как факт и все мои друзья музыканты от Крематория Би-2 Чижа там Леони Федоров тем более все в восторге я вообще ничего не понимаю и качество такое как я слушал на виниле просто ну ну это изумительный момент просто вот этот спонтанно вот тот случай о котором мы говорим то есть да конечно у меня с вами был якобы сольный альбом компиляция просто моих песен которые я пою и так далее назывался Гаркундель но это был 98 год но здесь же соль я пою хотя я честно признаюсь ни слуха ни голоса у меня нет ну как мне кажется по крайней мере но вот получилось же последний вопрос вот вы показали эскиз рисунка на стене ну великие люди там великие один сочи стоит и все остальное вы человек из этой среды всех их не просто знали ну кого-то ближе кого-то меньше и так далее вот сейчас совершенно другая эпоха их нет но тем не менее вы в своем клубе арт-центре арт-центре извините арт-центре да переобразившись бросив пить и так далее как вы себя ощущаете себя вот в нынешней реальности вот с этим багажом того что все эти люди все прошли через ну не все прошли через вас вы всех их знали ну конечно вот многих здесь нет это замечательно были люди да конечно понятно алкоголизм наркотики это все печально да это зависимость да это все понятно но люди были кайфовые понимаете а сейчас здесь человек который не пьет не курит то ну не будут плохо говорить ну неинтересно скажем так мягко неинтересно понимаете а вот эти люди прокурористы так вообще молчу просто это светящийся человек светящийся майк замечен науменко замечен ну да все все алекс оголтел народное ополчение просто висит чак-юморист такой что просто обхохочешься вот Андрей Панов все не ну тут что говорить личности понимаете личности вот сейчас к сожалению вот да у меня играют ребята да и выставки все остальное но к сожалению пока не вижу да вот так чтобы я о ничего себе да к сожалению вот что-то что-то не составится что-то не получается я не знаю они есть наверняка таланты гении есть но вот на уровне нужно все запозакрать нафиг да чтобы сами люди искали понимаете а они думают что вот с этой коробочкой да с интернетом смартфон айфон там они свое творчество и все да это единицы знаешь только да и до Игоря растеряю как бы да появился или монеточка с там вот и так далее это единицы это нужно не то что стараться нужно просто вот знаете я на сцене уже 35-й что ли год или 36-й я же не помню неважно и вроде бы и лень ехать куда-то и не хочется а выходишь на сцену такой драйв даже на саундчейке понимаете то есть вот так трясет все мурашки у самого а у меня многие играют так ми-ми-ми ми-ми-ми не мокрый извиняюсь если ничего не прескуется от кайфа от куража своего я говорю драйвите сами у вас кайфов у вас инструмент гитара барабан да-да-да-да как-то не срастается ты получаешь сейчас очень важный момент дело в том что Олег Гаркуша не верит в интернет да немножечко я бы хотел обратиться к людям которые приезжают в Петербург и там ходят на мои экскурсии и ну и естественно к петербургцам я естественно размещу внизу все ссылки на все ваши ну то есть во всех соцсетях и так далее прекраснейшее место приходите сюда и если вы будете приходить пожалуйста говорите что вы узнали об этом месте из интервью Олега Гаркуша Павлу Перцеву проверим работает оно или не работает да прямо вот так где хотите в застойкой лично Олегу говорите да и я надеюсь что все-таки правильно проверим да мне с вами интересно потому что при циге это были когда вот в интернет мы давали информацию разную даже смотрите вот интернет надавали информацию пишите дорогие друзья записывайте наступление сольный или там Гаркунделе фест короче мы плюнули просто у нас есть такой телефон вот этот вот он как бы рабочий но это телефон с номером который можно дать вконтакте Гаркунделе и я лично его беру я лично разговариваю с музыкантами правда первые там секунды они не могут понять то есть не понять а поверить поверить пожалуйста дорогой успокойся он успокаивается вот так на какое число у меня есть уже ненчик такой где записывал соответственно коллективы вот и все вот и на главного живой общин да через телефон по крайней мере живое вот не такое и люди записываются вообще им рассказывают объясняют как чего там делать и так далее вот так что звоните вконтакте значит на Гаркунделе есть телефон звоните действительно телефон есть приходите это тоже касается и молодых музыкантов да и не молодых вообще в принципе всех музыкантов и не только я так понимаю музыкантов вообще любые даже арт проекты можно соль выступить можно на Гаркунде есть и можно панк рок можно арт рок можно у нас будут гусли кстати с вокалом гусли с вокалом еще что-то колесная лира у нашего моего как бы заместителя есть он играет на колесной лире да и музыканту Дмитрий Подосил вчера был концерт замечательный то есть короче говоря вот стихи простор для творческой самореализации друзья мои обращайтесь приходите звоните все вот там естественно там будут все ссылки связанные со мной сейчас я скажу за кадром пару слов новостей от меня напоминаю что в продаже есть путеводитель Невский с перцем и остросоциальный триллер Роман Корень который я подписываю всем тем кто его купил расписание экскурсий можно узнать как у меня в группе вконтакте так и в аккаунте в инстаграме и на сайте все ссылки на которые я укажу в описании под этим видео и также хочу сказать что я снял ролик про историю освещения Петербурга и газгольдеры для компании RBI которые вы можете посмотреть точно так же по ссылке в описании внизу ну а соответственно большое спасибо вам за такую беседу вам спасибо очень приятно было прикоснуться к той эпохе оставляйте комментарии задавайте ваши вопросы посещайте Горкундель увидимся пока пока оставляйте Продолжение следует...